Как и в случае со стримами, всякая удобная и полезная функциональность добавляется ридерам и райтерам при помощи вкладывания их друг в друга. Например, класс BufferedReader оборачивает произвольный ридер и добавляет к нему буферизацию. То есть даже если мы читаем из BufferedReader символы по одному, он на самом деле запрашивает их у нижележащего ридера большими блоками и сохраняет в своем внутреннем буфере. Это должно положительно сказываться на производительности в случае больших объемов данных. Польза BufferedReader этим не ограничивается. Он добавляет удобный метод readLine, читающий из потока целую строку до ближайшего символа конца строки. Сам символ разделяющей строки не возвращается. Если мы дочитали до конца и поток закончился, то получим из метода null. Раньше, чтобы построчно прочитать и обработать файл, приходилось городить что-то наподобие вот этого кода. Файл inputStream вкладывали внутрь inputStream ридера, который вкладывали внутрь BufferedReader и читали при помощи метода readLine. Теперь с появлением пакета java.neo.file есть удобный метод filesNewBufferedReader, который скрывает внутри себя эту многоэтажную конструкцию с уложенными стримами. Если файл небольшой, можно сделать еще проще. Воспользоваться другим удобным методом filesReadAllLines, который вернет строки в виде списка. Сразу все. Симметричный классу BufferedReader, класс BufferedReader, добавляет аналогичную буферизацию на запись. То есть копит большие куски данных и сбрасывает их по мере накопления в оборачиваемый райтер. А еще BufferedReader добавляет метод NewLine, выводящий в выходной поток разделитель строк, используемый на данной платформе. Хотя, конечно, полезность этого метода не идет ни в какое сравнение с методом ReadLine и с BufferedReader. Для небольших объемов данных можно воспользоваться удобным методом filesWrite, который принимает список строк и внутри себя делает все необходимое для его записи в выходной текстовый файл. Субтитры создавал DimaTorzok